Музыка Ежегодно накануне Всемирного дня противодействия коррупции, который, не хочу сказать, отмечается, как бы символизирует вот этот процесс борьбы с коррупцией по всему миру, проходит 9 декабря. В этом году уже 28 раз он был учрежден на международном уровне. И речь идет, конечно, о противодействии такому глобальному явлению, как коррупция, не только в России, но и в целом в мире. Мы видим, что последний год просто демонстрирует нам, что это действительно глобальное явление. Даже возьмите события последних недель. Сегодняшний госпереворот в Перу, связан с коррупционным делом против президента. Уголовное дело и срок реальный, который вынесен на этой неделе бывшему президенту Аргентины по коррупционному делу. Волнение в Монголии, дело Хантера Байдена. Все это так или иначе коррупционные дела, которые возмущают спокойствие в тех странах, где они возникают. И очень серьезно, в том числе, влияют и на международную повестку. Очевидно, что и для России это значимая проблема. Проблема, с которой достаточно долгое время и очень системно пытаются выстроить и борьбу, и профилактику. О том, насколько это эффективно получается, какие проблемы на этом пути возникают, какие успехи, возможно, есть на этом пути. Мы сегодня и поговорим в ходе нашего традиционного, еще раз повторю, ток-шоу. Активное студенчество говорит, нет коррупции. Еще раз хочу напомнить, что это то самое ток-шоу, где можно сказать правду. Вообще, правду, наверное, надо говорить везде, но здесь это является принципиально важным, потому что других способов напрямую людям, которые координируют эту работу, возглавляют эту работу, сказать открыто, прямо какие-то проблемы обозначить, какие-то позиции высказать, не так часто бывает. Не потому, что нет такой возможности, просто люди заняты, и я благодарю всех, кто сегодня, несмотря на эту занятую, все-таки пришел и примет участие в нашей с вами беседе. И я хочу представить с удовольствием и под ваши бурные аплодисменты в начале наших экспертов. Это Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета. Аплодисменты не слышно. Айдар Рузалинович Хамдеев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики обучения права юридического факультета. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерия Александровна Степашкина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования. АПЛОДИСМЕНТЫ Всегда вздрагиваю, когда слышу клиническая психология. У меня всегда есть вопрос, чем она отличается от клинической психиатрии. Вот. Ну, это тема, наверное, других ток-шоу, да? Но вообще, мне кажется, что-то очень близкое, да? Близкое, но далекое. Близкое, но далекое. Спасибо. Ленар Ниязович Шакиров, специалист первой категории отдела профилактики правонарушений Департамента по обеспечению внутреннего режима гражданской обороны и охраны труда Казанского федерального университета. Спасибо вам. И спикеры. Люди, которые непосредственно введут нас в тему и помогут в ней не потеряться, что называется. Главный советник отдела антикоррупционного мониторинга управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Александр Валерьевич Лохацкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Ришат Рифулыч Гузееров. АПЛОДИСМЕНТЫ И председатель студенческого антикоррупционной комиссии юридического факультета Казанского федерального университета Анна Дмитриевна Бочкарева. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так получилось, что мы сегодня юристами обложены, что называется, по полной, да? Хотя это вопрос далеко не только юридический. И специалисты, наверное, сейчас подтвердят, и психологи дополнят. Может быть, даже психиатрически отчасти иногда вопрос это, да? Все-таки про психиатрию очень хочется, хочется что-то вспомнить и вставить. Итак, давайте начнем обсуждение. Прежде всего, есть блок вопросов, который был сформулирован накануне в ходе обсуждения, фокус-групп, которые сегодня так или иначе волнуют, обозначают и наши общественные активисты, и студенчество, и преподаватели, и люди так или иначе неравнодушные к вопросам противодействия коррупции. Вот первый блок этих вопросов сформулирован в такой форме. На фоне введения Западом жестких санкций Россия может ждать повышения уровня коррупции. Согласны ли вы с этим высказыванием? Но я бы вначале все-таки попросил, может быть, наших уважаемых спикеров, прежде всего Александра Валерьевича и Решатор Фулча, обозначить общую картину, как с вашей точки зрения за этот год складывается и коррупционная, и антикоррупционная картина. То есть мы можем чуть-чуть выдохнуть или, наоборот, должны в более напряженное состояние вернуться по отношению к такому явлению, как коррупция, тем более с учетом ужесточения общей мировой картины. Спасибо, Игорь Ильич. Я, с вашего позволения, начну прокомментировать. Да, на самом деле, у нас и в стране, и в республике очень большая работа была проведена в этом году. То, что если мы говорим о том, стало больше коррупции или меньше коррупции, здесь мы можем опираться только на заслуживающие доверия источники. На самом деле, оценить уровень коррупции – это не так просто, как всем кажется. Это, вот, как пример приведу, вот, допустим, мы здесь сегодня все собрались. То есть, насколько вот наше мероприятие снизит или, там, не дай бог, повысит коррупцию, там, на 0,1% уменьшит или, там, на 0,01% повысит уровень коррупции, это все оценить невозможно. Мы можем оценить в комплексе как раз проводимые мероприятия, и для этого у нас в республике сформировано несколько инструментов. Значит, первый инструмент, на который мы можем опираться, говоря об уровне коррупции, это статистика работы правоохранительных органов, органов прокуратуры. Значит, согласно этой статистике, у нас количество правонарушений и преступлений коррупционной направленности, к сожалению, остается стабильным год из года. Значит, это более тысячи преступлений каждый год выявляются правоохранительными органами коррупционных. И пока что нам переломить эту ситуацию не удается, поэтому мы стараемся задействовать все новые и новые инструменты для того, чтобы этих преступлений не было. Потому что наша задача, как управление президентом по вопросам антикоррупционной политики, это не поймать преступника за руку, это работа все-таки правоохранительных органов. Наша задача, это не допустить вообще такой возможности, чтобы коррупционная ситуация случилась. То есть мы должны оценить, а почему у нас все-таки эти преступления совершаются, и какие нам меры необходимо предпринять, чтобы они перестали. Это, значит, первый аспект оценки уровня коррупции. Вторая лакмусовая бумажка, которая есть в нашем распоряжении, это социологические исследования мнения населения об уровне коррупции, которые каждый год проводятся на связи с республики. Значит, если ранее эти исследования проводились комитетом по социально-экономическому мониторингу, то, начиная с 2020 года, эти исследования проводятся министерством экономики Республики Татарстан. Но то, что эти исследования проводятся госорганами, не должно никого смущать. Результаты этого исследования, они абсолютно не ангажированы. Берется выборка совершенно случайно из 4 тысяч человек. Эта выборка делается по возрасту, то есть примерно одинаково, чтобы были возрастные критерии, чтобы все возраста были захвачены, чтобы все профессии были захвачены с представителями, чтобы все районы были захвачены, чтобы опрос не проводился на Кремлевском или на Баумана только, а чтобы в ходе опроса были охвачены равномерно все наши 43 муниципальных района Республики и два городских округа. И уже на основе анализа анкеты, которая состоит из 50 вопросов, то есть каждый респондент отвечает на 50 вопросов, мы можем сделать определенные выводы, увеличилась, так сказать, увеличенность граждан в коррупцию, в каких сферах граждане чаще всего сталкиваются с коррупцией, какие причины, по мнению населения, являются главными для возникления коррупционной ситуации. Это все у нас каждый год проводится. И если комментировать результаты, то эти опросы у нас проводятся начиная с 2010 года, и если в 2010 году у нас 21% респондентов ответили, что они лично сталкивались с коррупционной ситуацией в течение прошедшего года, то если мы возьмем итоги за 2021 год, то там уже 9,5% респондентов ответили, что они сталкивались с коррупцией в течение года. В этом году исследование уже проведено, сейчас в Министерстве экономики анализируют результаты, и где-то, я думаю, в начале января мы уже получим результаты за 2022 год. 9% это кто-то скажет много, кто-то скажет мало, для нас это в любом случае много, для нас даже 1% было бы много, это значит, что нам еще есть куда стремиться. Даже несмотря на то, что мы за 10 лет смогли в два раза этот уровень понизить, значит, мы сейчас видим, что этот уровень, он последние годы стабилизировался, последние три года, то есть если он до этого снижался постоянно по наклонной, то сейчас он вот так выровнялся, получается, и нам нужно какие-то новые инструменты, новые средства применять для профилактики коррупции. И вот то, с чего мы начали, это вопрос санкционного давления на наше государство, нашу республику. Я думаю, что если мы будем применять весь комплекс мер по профилактике коррупции, то вот события, которые происходят извне, они никак не скажутся. Потому что если мы будем проводить также работу по антикоррупционной пропаганде, по антикоррупционному просвещению, также с детских лет будем убеждать, именно убеждать детишек, что надо жить честно, по закону, потом в дальнейшем с студентами встречаться, также им объяснять, что надо всего по жизни добиваться своими усилиями, там не через маму, не через папу, не через какие-то там конверты непонятные, а именно доказывать, что я способен всего достичь своими усилиями, то мы как раз и придем к правовому государству. Ну и плюс, кроме того, в рамках правового просвещения мы постоянно проводим телепередачи на канале ТНВ, разъясняем гражданам, как им реализовать свои права, какие у них есть обязанности, потому что очень часто причиной коррупции является банальное незнание человеком своих прав и обязанностей, как ему поступить в той ситуации, как ему поступить в другой ситуации. Поэтому мы поэтапно, начиная от, грубо говоря, от рождения человека, заканчивая оказанием ритуальных услуг, каждый месяц какую-то сферу берем, и в ходе телепередачи на канале ТНВ, которая выходит, мы ее разжевываем и доступным языком для зрителей разъясняем. Поэтому, вот резюмируя все сказанное, я отвечу, что если в государстве выстроена четкая система профилактики коррупции, то какие-то внешние факторы здесь не могут повлиять на уровень коррупции. Спасибо. Прежде чем передать слово, вопрос в догонку. Вот по социсследованию. Как вы объясните, вот такую, с моей точки зрения, не совсем стыковочную позицию по цифрам, количество выявленных коррупционных преступлений не уменьшается, а количество людей, сталкивающихся с коррупцией, уменьшилось. Люди стали более терпимыми. Может быть, для них то, что было раньше коррупцией, перестало быть коррупцией? И они просто теперь не вычленяют это, как значимое для них коррупционное деяние. Ну, смотрите, здесь вопрос состоит в том, что коррупционное правомарушение, коррупционное преступление, это, как говорят юристы, это латентное действие. Что это означает? Это означает, что стороны коррупционной сделки, они не заинтересованы в том, чтобы о ней узнали правоохранительные органы. Они хотят ее оставить в тайне, сокрыть ее, получается. Это вот как, не знаю, как торговля наркотиками, наверное, с этим тоже можно сравнить. И то, что эти факты выявляются правоохранительными органами, это они на основе чего выявляются? В первую очередь, это, наверное, агентурная работа. В вторую очередь, это то, что у нас есть очень много наших сограждан с активной позицией, которые не замалчивают факты, которые им стали известны. В адрес нашего управления, допустим, поступает очень много обращений о том, что по мнению какого-то из наших граждан, он столкнулся с коррупционной ситуацией. И он просит разобраться, есть ли здесь коррупция или нет. То же самое, такие же обращения поступают и в прокуратуру, в правоохранительные органы. Каждое обращение, да даже анонимное, оно тщательно рассматривается, исследуются все аспекты этого обращения, чтобы нам понять, есть в конкретной ситуации коррупция или нет. И вот тот факт, что у нас, как говорится, снижается количество граждан, вовлеченных в коррупционные сделки, но сохраняется количество выявленных преступлений, это говорит о том, что граждане уже не замалчивают эти ситуации. Они понимают, что если сейчас об этом не сообщить выполномоченные органы, то так и будет идти. Даже наоборот, у этого недобросовестного, допустим, чиновника, наоборот, будут расти аппетиты. То есть будет его такс, на его, так сказать, услуги возрастать, если прямо сейчас его не остановить и на его руки не надеть наручники. Это очень здорово. Поэтому я вас тоже всех призываю, если вам что-то стало известно, если вы, не дай бог, вы или там ваши близкие, родные стали участниками коррупционной сделки, об этом не нужно замалчивать, потому что рано или поздно это вскроется. А надо помнить о том, что у коррупционной сделки есть два преступника. Это тот, кто дал взятку и тот, кто взял взятку. Мы об этом часто забываем, к сожалению, но это надо помнить. И если человек добросовестно сообщил о том, что я был вынужден дать взятку, то он освобождается от ответственности уголовной. Поэтому это надо помнить. Спасибо. Спасибо. Решат Рифулыч. Леонид Игоревич, единственная непоправка, наверное, в момент того, что все-таки студенты Казанского федерального университета, во-первых, добрый день еще раз, и в момент того, что когда происходит социологическое исследование, случайно не происходит, а происходит выборка. То есть наши студенты об этом знают, то есть это есть целая методика, когда идет социологическая выборка, то есть это респонденты каждого, то есть там целая схема. То есть просто так, чтобы на улице поймал в городе Мизеринске, в деревне Красный, такой-то, такой-то, поймал человека и скажет, ты знаешь про коррупцию? Такого уже нет. То есть там целая выборка по возрасту, количество детей в семье, женаты-неженаты, ну то есть там целая методика. Поэтому ребятам и нам будет понятно, что когда проводится четкая методика, мы видим более-менее реальную картину того, что происходит. Это первое. Второе. Хотел, Леонид Григорьевич, попросить, вот вы с самого начала задали вопрос, и мы вот здесь спикеры сидим на трибуне, говорим, объясняем. А давайте в обратном порядке посмотрим. Мы все-таки с нашими студентами общаемся, и вот они тоже, я думаю, понимают эту проблему. Вопрос. Может, вот этот вопрос в плане того, чтобы поднять руки и спросить, все-таки считают наши ребята, увеличилось количество коррупции или нет? Вот просто вот интересно. Это очень-очень хорошее предложение. Да, вот просто посмотрите. Согласны ли вы с тем, что на фоне введения санкций, санкциям уже много-много месяцев, а не от трех лет даже, да? Согласны ли вы, что коррупция все-таки растет? Вот, потому что вот есть социологические данные о том, что вроде как падает. Есть предположение, и оно основано на мнении некоторых экспертов федеральных, в том числе Борщевского, в частности, вот известного юриста, о том, что повышение ожидается и, наверное, уже даже происходит. Вот есть первое мнение, да, пожалуйста? Может быть, просто немножко по-другому сделаем. Не мнение, а вот именно проголосовать. Мне хочется посмотреть в зале, вот сколько людей... Ну, проголосовать пусть что, пусть объяснят. Нет, нет, хотя бы скажут. Вот мы видим, хоть одна третья часть считает так, две... А то мы здесь рисовали, о чем, говорим о том, что вот такая ситуация, нам скажут, нет, вот половина зала считает вообще, что увеличилась 100%, и ситуация вообще... Ну, давайте так все-таки вот услышим позицию, а потом проголосуем. Потом проголосуем. Потому что вы хотели что-то сказать, да? Да, хотел добавить, что... Так, мысль потерял. Ну, старая русская поговорка, да, как мы с вами помним, свинья, она же везде грязь найдет, правильно? Поэтому от санкций вообще никак не зависит. Поэтому необходимо смотреть уже на систему и на людей, которые стоят в этой коррупционной системе, бороться уже, так сказать, с причинами. Вот и все. То есть санкции никак не влияют. Вот еще есть одно мнение. Пожалуйста, микрофон передайте, да. Вообще, я считаю, вот все эти санкции, они закрывают нашу мировую торговлю, и, соответственно, закрываются возможные каналы, возможные реализации для всех коррупционных схем. Что, собственно, и снизит временно уровень коррупции. Ну, пока там... Внутри какая борьба начинается. Мы не стабилизируем торговлю с Китаем. Вопрос такой. Вот еще есть одно мнение. Спасибо. Я бы хотел сказать контраргумент насчет того, что нам закрывают каналы, это торговые. То есть сейчас очень сильно разделся параллельный импорт, но, получается, это будет развивать коррупцию в области таможенного управления, потому что, если мы сейчас посмотрим на наш рынок, то мы поймем, что очень много одинакового товара по разным ценам. А как это может возникнуть? Это может возникнуть от того, что кто-то завез товар, не растаможив его, то есть, соответственно, где-то заплатил, где-то кого-то подкупил, и, соответственно, получил с этого выгоду. Поэтому я считаю, что коррупция будет расти с введением жестких санкций. Спасибо. А, и еще есть мнение. Вы только знаете, что я забыл попросить вас? Представляете, чтобы мы примерно слышали, с каких вы факультетов... Вот вы с какого факультета? Института. Или института, да. Факультеты юридические, на себе помню. Институт международных отношений. Ага, понятно. А вы? Филологический. Филологический. А вы? Химфак. Химфак. Очень разные такие, да, мнения. Интересно, да. Соответственно, да, жизненный опыт жизненный. Пожалуйста, да. Ну, я с юридического факультета. Люблю ваше мероприятие. Часто прихожу. А мы-то любим юристов, я вам скажу потом, да. У вас очень хорошая факультета. Я хотела бы согласиться с предыдущим ответчиком. То, что есть сферы, где процветает коррупция, и они никак не зависят от санкций. Возьмем актуальную тему для нас. Коррупция в сфере образования. Экзамены, олимпиады, где коррупция присутствует. И на самом деле есть санкции, нет санкций. От этого не зависит. Все хотят получить ответы на экзамены, которые могут как-то открыть им двери в лучшие вузы страны. Ага, спасибо. Так, и теперь тогда давайте проголосуем. Кто, ну я даже не знаю, кто за то, что коррупция подрастает сейчас, да. Кто так думает и считает, ну в связи с обстановкой в том числе международной. А вы широкие поднимаете, если можно? Кто так считает. Что выросла коррупция именно в период санкций. Мне кажется, да, большинство подавляющее. Спасибо большое. Я даже не хочу спрашивать, кто так не думает. А кто так не думает? Вот видите, более-менее ясно стала, картина понятна. Такой правый сектор так вот. Да, да, да. Правый. Запрещен в Триджуре Российской Федерации. Да. И к чему все это говорю в отношении того, что именно стало более-менее понятно, что все-таки ребята от нас ждут. И о чем мы должны говорить. И как это должны освещать. На самом деле... Извините. Служен безопасности в действительной площадке два ряда к осталии. Ребята, рюкзаки заберите, чтобы... А то... А то могут их там не оказаться. Но это у нас, слава богу, все смотрится, но все равно. Это говорит о том, что в службах безопасности всегда все на чеку. Работать бдит. И это достойно аплодисментов, кстати. Да, да. И на самом деле, вот мы сейчас начали об этом говорить. Есть момент того, что мы много раз в этой аудитории говорим, по большому счету, про внутреннюю коррупцию. Да, говорим про внутренние социальные проблемы, которые у нас есть в плане образования, медицины, то есть социалки. И я к чему говорю, а есть, по большому счету, международная коррупция. Это тоже много таких моментов, которые вот сейчас многие, кто наши жители России начали только-только, наверное, видеть. Потому что когда перекрываются корабли, по большому счету, есть масса всяких... Коррупция не только же финансовая, она же есть и политическая коррупция. В том плане, что кто-то перекрывает какие-то каналы благодаря каким-то указаниям. Так называемые, если мы говорим по поводу позвонкового права, значит, есть позвонковое право международное, когда позвонили, сказали, не выпускайте корабли, закройте борты. То есть, когда голосуют все как один. Казалось бы, мы говорим о том, что вот в период санкций... Почему? Потому что 8 лет бобили Донбасс. Мы говорим, вот, вот, посмотрите сами. Они говорят, мы этого не видим. Те же самые СМИ, да, когда они видят многих вещей, которые мы показываем, а они их не видят. И поэтому, говорю, есть моменты... Политической коррупции тоже есть такое интересное. Само по себе определение, наверное. Почему? Потому что, когда люди каких-то добиваются целей, подговаривая за деньги или без денег, или под давлением, приходят к какому-то какому-то одному мнению. Правильно-неправильно, это уже судить историкам и политологам. Хочу сказать ребятам, вот, в отношении сказать, что увеличилось количество в период санкций. Мне возникает оброс, вот, здесь больше половины зала проголосовало все-таки за то, что увеличилось. Интересно спросить бы все-таки у ребят, в чем оно выражается. Вот мы начали говорить, что про наручники, про то, что... Как на вас это отразилось? Вот вы считаете, что увеличилось коррупционное проявление в период санкций. А в чем вы это увидели лично сами? Я вот, честно говоря, вижу по университету, вижу по международным делам, вижу по внутренней политике университета и по республике тоже вижу. Но так, чтобы вот именно сказать, что выросла, коррупция выросла именно в период с конца, скажем так, 21-го года по нынешнее время, я этому сказать не могу. Мое личное мнение. Я смотрю, анализирую. У нас сейчас молодежь, правда, редко смотрит телевизор и меньше, может быть, смотрит различные материалы. Я смотрю материалы и телевизор, то есть с разных источников получаю информацию. Поэтому я вот на самом деле хочу и у вас спросить, почему вы считаете, что именно в конце 21-го года по настоящее время увеличилась коррупция? Это вот просто задумайтесь, пока вы думаете, я продолжу. Скажу так, что чтобы отразилось одно университете, именно коррупционное проявление в период санкций, я сказать такого не могу. Потому что кто-то, может быть, на уровне каком-то, я не знаю, просто я пытаюсь анализировать, почему вы так считаете, что, может быть, связано с вывозом денег за рубеж? Может быть, с чем вы думаете? У меня есть одна мысль, Шатри Филович. Почему вы так считаете? Я думаю, это некий, может, стереотип мышления, что так, коррупция, коррупция, коррупция у нас в России, наверное, есть, вот есть такой, наверное, она растет все-таки. А почему растет, как растет? Это как, знаете, вот очень часто в социсследованиях отвечают, что очень много коррупции в сфере ГИБДД. Причем уже, наверное, десятилетиями такой ответ сохраняется. Ну, какой-то вот такой еще стереотип выработался, может быть, там в 90-е годы, в нулевых годах, что вот гаишник-взяточник. Это вот анекдот даже, очень много про это. Вот, и такой вот образ мышления заложился человеку в голову, и он в дальнейшем, если его спросят, он уже будет как свое мнение высказывать, что вот там все, вот такая тут социальная группа, они вот все там взяточники. И вот здесь, я думаю, так же, так, коррупция. Ну, наверное, коррупция в России, она всегда растет. Вот там говорил наш этот, там, кто-нибудь, что что-нибудь там мнение они выскажут. Вот я прочитал в интернете, вот там послушал на ютубе, вот он сказал, что коррупция растет, ну, наверное, да. А вот по факту, вот как вы правильно заметили, как конкретно, вот если спросить вот любого человека и сидящего, вот как вас касается коррупция, ну, я думаю, здесь он затруднится высказать. Я в этом случае говорю же, всегда говорил-говорю, сейчас как раз послушаем момент того, что, как я говорю, нужна конкретика. Вот мы с вами уже какой год, четвертый, наверное, год, да, Ольга Казарина, встречаемся? С 19-го года. С 19-го года, ну, получается, три года, да, встречаемся. И вот я всегда, знаете, говорю, пароли, явки, конкретно, что конкретно, почему вы так говорите. Чтобы было, вы студенты нашего большого, мы студенты, потому что, если говорю, вы коллеги, потому что я сам закончил Казанский ютуб университет, и мы, так сказать, должны четко и ясно апеллировать фактами. То есть, если мы говорим, то да. Или вы говорите, что я, чиновники тоже разного уровня же есть, чиновники есть уровень федерального, есть региональный, да, то есть местного и так далее, органов управления власти. Я к чему говорю в отношении того, что или вы думаете, преподаватель сиит и говорит, ты слышал, санкции вели, взятка стала больше. Примерно вот из той же самой серии, там гимнеджника ставили, говорит, ты сколько платил, 500 рублей, 1000 санкции вели, все. Вот примерно тоже так же. То есть, до анекдота доходит, то есть, почему вы считаете, вот моменты немножко для меня непонятные. Давайте так, вот в другую сторону уходим. От имени студенчества еще может идти Анна Дмитриевна что-то сказать, да? Может, да, может, вы можете нам объяснить, почему считают больше половины зала, о том, что коррупция увеличилась. Ну, смотрите, я бы хотела сказать, что вот рассмотрение коррупции только в рамках образования этой части или, например, ГИПТД, это, наверное, слишком узко. Вот, потому что ребята действительно смотрят, и я бы тоже хотела поддержать эту позицию, больше, наверное, половины зала. Почему? Потому что, если даже смотреть данные генпрокуратуры, то у нас уже, получается, по данным 2022 года, коррупция выросла на уровень 23,9%, то есть почти 24%, по сравнению с 2021 годом. Вот, ну, то бишь, это значит, что все-таки какие-то недостатки есть, и сама коррупция тоже есть, и уровень ее действительно растет. А с чем это связано? Если мы будем анализировать внимательно, ну, последние события, и, наверное, начиная, получается, с февраля 2022 года, то мы увидим, например, резкое повышение уровня цен. Все прекрасно видели, это все ощутили, я думаю, все ощутили, и поэтому большинство и, соответственно, подняли руки, потому что это одно из самых ощутимых, особенно для студентов, которые просто получают стипендию, которая не очень большая. Вот, это связано с тем еще, что, ну, как бы этим заинтересовалась и антимонопольная служба. Ну, а почему здесь коррупция? Нет, почему здесь коррупция? Ну, то есть, в магазинах и коррупция растут цены, тарифы, соответствующие службы не прилагают никаких почему-то усилий, чтобы остановить этот процесс или объяснить его доходчиво. Ну, действительно, для населения удар два раза в год повышает тарифы. Да, мы улыбаемся над Западом, который очень дорого платит за газ, да, и сами повышаем второй раз. Это отражается как-то, наверное, в головах у людей. Наверное, стали всплывать какие-то факты не бытовой, а иной коррупции в связи с тем, что санкции обнажили злоупотребления, которые были до того. Промышленности, в том же военном производстве. Вот эта ведь информация доходит. Я так предполагаю, но есть мнение в зале, которое вы просили. Пожалуйста, давайте передадим. А, ну давай. Вот первый ряд, первый ряд еще не говорил, а потом вам передадим микрофон. А вы пока вот туда передайте, да, девушки? Ну, на уровне общего количества роста коррупции, коррупция в Министерстве обороны, она же уменьшилась, начиная с февраля 24-го года, потому что событие, которое затрагивает непосредственно Министерство обороны и армию, оно обнажило все эти коррупционные схемы, системы, которые работали до событий февраля. Да, очень много уголовных дел сейчас находится в производстве, и очень большое количество высокопоставленных офицеров высокого ранга, они сейчас в отставке, под судом, под следствием. То есть... Ну, то есть вы про примерно то, что я как один из вариантов ответа... Откуда количество, да. А вот еще вот было... Ну, надо смотреть именно где коррупция, где-то она увеличивается, где-то наоборот уменьшится. Понятно, да, мы с... Понятно. Передайте вот сюда микрофон, чуть-чуть вперед, да. Да, с этим соглашусь. Да, меня зовут Никита, Институт международных отношений. Ну, во-первых, я с предыдущим спикером не соглашусь. Вот сейчас объясню, почему. Во-первых, вот про ГИБДД было сказано. Лично я в августе прошлого года столкнулся с фактом коррупции, когда сдавал экзамен. Соответственно, по последним правилам, как сдают, что один, собственно, инспектор сидит рядом, без инструктора. В общем, ну, допустим, кто-то сдает, и сзади должен быть независимый человек, ну, вот из толпы, кто ждет свою очередь для сдачи, наблюдать, чтобы все было хорошо. У нас две машины одновременно сдавало. Я был, естественно, в машине, так как я против коррупции, не платил ГИБДДшникам и так далее, с независимым свидетелем. А девушка в соседней машине была без независимого свидетеля. Соответственно, она сдала, я не сдал в тот день. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, возможно, я увидел факт коррупции. И, возможно, поэтому многие люди считают, что в ГИБДД есть большая коррупция. Молодому человеку отвечу. Хочу вам задать вопрос, просто нужен ваш ответ, да или нет. Смотрите, есть теория вероятности. По теории вероятности, ну, например, если больше людей будет на улице во время дождя, значит, больше людей промокнут. Это же верно? Верно. Соответственно, если у нас с 24 февраля количество гособоронзаказа, количество вооружений, патронов, которые производятся, а я из Кирова, из Кировской области, и у нас, ну, оборонные заводы, авиатек и так далее, они снаряды производят. У них заказы в разувеличились. Считаете ли вы, что если намного больше оборонного заказа, намного больше теперь требуется для военных нужд, возможно ли такое, что статистически должны факты коррупции увеличиться в этом плане? Надо знать, это наводящий вопрос, потом я просто приведу пример. Любое, тогда можно производство подвести, всякое развитие, оно влечет за собой увеличение пропорциональной коррупции. Так получается? Это просто теория вероятности. Соответственно, чем... Чем больше мы развиваемся, тем больше. Как-то вот так вот, да? Здесь как раз свяжу два, как раз правильно сказали, два выступления предыдущих наших студентов, уважаемых, в отношении того, что если идет гособоронзаказ, то я думаю, что здесь как раз Александр Валерьевич не даст мне слукавить, в отношении того, что возникает очень жесткий контроль. То есть, если обычное производство, это один контроль, если идет гособоронзаказ, там масса контролирующих, во-первых, не только за качеством, первое это качество, второе расходы и так далее, возникает масса контролирующих органов, которые постоянно смотрят за что происходит на данном производстве. Как вы сказали, в отношении того, что если увеличивается гособоронзаказ, о чем вы говорите по поводу Кирова, то здесь как раз вот, о чем сказал молодой человек, в отношении того, что увеличивается, если вдруг возникают вопросы коррупции, там совершенно по-другому все, это реагирование и увеличивается количество уголовных дел. Поэтому одно происходит из другого, и еще раз говорю, что по линии Министерства обороны контроль, говорю, очень жесткий. Поэтому здесь и в городе Казани, и в России вообще, я то, что немножко сталкивался с этим вопросом, говорю, очень действует совершенно по-другому. Другие механизмы. Если гражданскими это одно, так военно совершенно другое. Спасибо. Давайте так. И вопрос еще. Давайте так. Сейчас вот микрофон уже перешел, а потом я попрошу экспертов подключиться. Да, вот уже они что-то хотят сказать, но по поводу дождика, вы знаете, вероятность тут не очень работает. Все зависит от количества зонтиков, да, и укрытий. В данном случае мы говорим все-таки об антикоррупционной работе, да, вот если профилактика выстроена, то можно не промокнуть. Да, вот пожалуйста. Спасибо. Хотела сказать насчет личного примера коррупции, наблюдения коррупции. Так как я первый курс, и у меня достаточно свежие воспоминания о эпохе ЕГЭ, меня добавили в беседу с выпускниками со всей России, и поэтому я могла наблюдать огромное количество сообщений с разных регионов о том, что они смогли списать благодаря слитым ответам, которые они покупали за деньги, благодаря координаторам, в принципе, самого экзамена, то, что там и давали списывать учителя, и наблюдатели с камерами вовремя отворачивались, шпаргалки, все дела. Да, и вот именно поэтому, собственно, я и акцентировала внимание на сфере образования. Что насчет моего мнения, почему во время санкций уровень коррупции вырос? Мне кажется, это из-за того, что спектр внимания, в принципе, общества, в том числе СМИ, переместился как раз на санкции, на проблемы внешней политики, глобальные проблемы. Из-за этого даже вот в новостной ленте для обычного обывателя, который смотрит новости в телефоне, акцент смещается именно на политику, в то время как коррупция... Это вот образовавшаяся тень внимания падает на коррупцию, и люди меньше обращают на это внимания, и коррупция, соответственно, может процветать и дальше. Как-то так. Они в обратном порядке. Понятно, понятно. То есть не стали ли вы хуже работать в связи с санкциями? У меня тут другое есть мнение, Игорь Ильич. Тут позвучало, что возрос уровень коррупции. Это не совсем правильная формулировка, что возрос уровень коррупции. По данным прокуратуры возросло количество коррупционных правонарушений и преступлений, выявленных прокуратурой. Я думаю, это связано с тем, что просто у органов прокуратуры появились новые рычаги, новые механизмы по выявлению таких правонарушений, и то, что раньше в относительной безопасности кто-то мог какие-то свои темные делишки проводить. Сейчас это все благодаря новым инструментам цифровым. Я думаю, мы сегодня об этом тоже поговорим. Это все стало возможно выявить и все время пресечь, соответственно. Я бы все-таки с этим связал. То есть не нужно говорить, что возрос уровень коррупции, возрос количество выявленных нарушений. Здесь, я думаю, комплекс мер сработал, и лучше стали работать уполномоченные органы. И, я еще раз повторюсь, стала более активной гражданская позиция у населения, которая теперь не замалчивает о ставшем им известными коррупционных ситуациях. Вот, допустим, вы могли бы, допустим, рассказать не нам сейчас, не друзьям об этой ситуации, а есть у нас департамент контроля в сфере образования Республики Тарстан, могли бы эту ситуацию до них довести. И уже они, в свою очередь, припилили бы меры, чтобы такой ситуации больше не повторилось. Вот поэтому, я думаю, не надо с такой точки зрения подходить к этому вопросу. Спасибо. Давайте экспертов послушаем, а то как-то, да, обязательно. Слово буквально, только реплика. Хотел просто здесь добавить, что не всякое развитие, которое подразумевает свой рост, в нашем обществе и в промышленности, впрочем, ведет к коррупции. Я считаю, что коррупция, ну, как минимум, осталась на своем уровне. Дело в том, что вот рост развития цифровых технологий, да, и нашего общества, именно в цифровизации ее, это снижает коррупцию. Дело в том, что коррупция любит тишину. Чем больше мы об этом говорим, вот на таких площадках, и вот я знаю, что мэрия запустила отдельно цифровой сайт, да, на котором все торги и прочее, все это цифровизуется, и это очень большая программа. Но я еще, правда, вот только скачал ссылку на нее, и собираюсь только еще очень подробно ознакомиться. Вот, и я просто хочу сказать, что какой бы оборонная промышленность, это все это, какие-то заказы, это все цифровизуется, общество получает все больше доступ к этому, и там, где есть публичность, то коррупция практически уходит в тень. Вот, здесь еще такой момент про... Будет коррупция, не уходит в тень. Вы знаете, там, где коррупция высвечивается, да, то она, в принципе, уменьшается, но полностью она не уходит. Я сторонник того, что коррупцию в обществе невозможно победить. Вот, победить невозможно, ее можно только сократить до контролируемого уровня. Это все равно, это такое социальное явление, которое, оно все как грипп, понимаете, его невозможно вылечить. Оно все равно будет проявляться в других, в других штампах, штаммах, штаммах, да, как говорят медики. Вот, ну, спасибо вам большое. Аплодисменты, да, ваши. Можно, да, высказаться относительно вопроса? Вот у... Я немножко не про количественные показатели, тут все статистика, и я про качественные немножко поговорю, все-таки с точки зрения психолого-педагогического аспекта. Есть у психологов, ну, такое вот правило негласное, которое звучит следующим образом. Где тонко, там и рвется. Вот, когда мы говорим о возникновении напряженной ситуации, то есть как только человек находится в ситуации там неопределенности и так далее, вот он проявляется во всех своих, ну, вот, качествах, свойствах личности. И если у человека изначально плохо сформирована была как раз ценность, например, профессии своей, отношения к другим людям, гуманистические ценности и так далее, тогда мы можем говорить, что в ситуации, если возникает неопределенность, он, скорее всего, пойдет на эти шаги. Это относительно того, что повышаются цены, человек начинает напрягаться, чувствовать, что что-то не то, и может, например, пойти на то, чтобы дать взятку, или наоборот взять. Относительно вот как раз качественного, да, контекста, я работаю и со студентами, и со школьниками. Что я наблюдаю? Коррупция звучит, как правило, отдельно от всех исторических, культуральных, социальных явлений, которые происходят вообще. Например, идет урок литературы у ребенка, учителя практически никогда не говорят, вот образ этого героя, да, он как бы олицетворяет собой связь с коррупционным каким-то механизмом, который есть здесь. И когда студентами они приходят к нам, я сталкиваюсь с этим. Я некоторое время вела как раз про антикоррупционную личность с точки зрения психологии, да, тренинговой программы. Я сталкиваюсь с тем, что студенты не знают о том, какие люди идут на коррупционные преступления, какими качествами они обладают и так далее. То есть ценностно у нас есть проблема, что ценность, например, существует ценность денег. Это хорошо, но она никак не связана, например, с ценностью профессионального развития. И получается, у человека нет связи между тем, что если я профессионально развиваюсь, я за это буду получать деньги, и мне не нужно будет думать о том, что есть какая-то история с повышением цены и так далее, и тому подобное. То есть если мне необходимо, это я иду и зарабатываю, потому что я профессионально развиваюсь. То есть вот как раз к вопросу о развитии, там, где есть развитие, как качественное изменение человека, там коррупции быть не может. Спасибо. Но вот где тонко там и рвется. Именно сейчас дискуссия в полном разгаре, да, в обществе о том, что очень плохо мы работали по формированию ценностей. Следовательно, слишком тонко стало. Все-таки, да, надо с этим согласиться. Я правильно услышал, да? Спасибо, пожалуйста. Да, спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые студенты, гости. Тоже хотелось бы высказаться. И, знаете, свою речь я бы хотел как раз-таки направить на поддержку гостя, спикера нашего, и также и студенчества, и юридический факультет. В плане того, что, да, действительно, показатели, цифры есть, да, рост мы видим, но нужно сказать, и вот, наверное, с языка сняли, то, что действительно здесь я, когда это вот услышал, эту версию, я как-то обрадовался даже сразу. Это, наверное, показатель того, что у нас наши коллеги, юристы, работают эффективно, то есть выявлений больше, рычагов больше, методика какая-то, да, изменилась. То есть, в принципе, рост пошел. По выявлению. Это, ну, как, не знаю, как других, но меня это очень сильно радует. Да, есть момент, то, что, ну, как говорится, лучше пусть выявляют, я так скажу, потому что если это скрытно, где-то там будет проходить, и не выявлять, это еще хуже. Плюс к этому хочу сказать, вот, смотрите, я сам защитил кандидатскую по педагогике, да, педагогика, то есть проблема у меня была, это формирование антикоррупционной культуры у студентов. В принципе, я защитил его в 15-м году, и я на основании данного исследования работаю до сих пор, ну, на юридическом факультете, веду дисциплину антикоррупционной культуры и так далее. Вот, и плюс к этому хочу сказать, что вот моя супруга, жена работает в 49-й школе, она учительница, также является классным руководителем. К чему это все? К тому, что, вот, я не могу сказать за все сферы, но именно в сфере образования работа ведется. Работа ведется в плане, это ведение дисциплин, проведение разных мероприятий, и это, знаете, вот это все, действительно, это направлено, как коллега сейчас тоже сказал, наверное, на борьбу, направлено на минимизацию, и я считаю, что это очень эффективно, и это нужно делать, потому что все программы, программы, которые у нас приняты на уровне федерации, на уровне республики Татарстан, которые направлены как раз-таки на борьбу с коррупцией, они, вот, во всех в них, то есть там, в документах можно увидеть как раз-таки и образовательную сферу, проведение разных лекционных, воспитательных мероприятий. Это нужно проводить, это эффективно, и это действительно проводится как на уровне общеобразовательных организаций, так же и на уровне высших образовательных организаций, по крайней мере, я уверенно могу сказать, это на уровне Казанского федерального университета проводится. Вот, спасибо. Спасибо. Вот так. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне кажется, в этом вопросе два уровня варианта ответа. Один вариант ответа, это психологическое восприятие коррупции, то есть с точки зрения психологии у населения такое ощущение, что уровень коррупции растет. И как это оценивать? И, видимо, населению воспринимается это как негативное явление, что растет коррупция, значит, все плохо там и так далее. А второй уровень связан с деятельностью государства. Вы знаете, я вот наша специально подготовила высказывание Аристотеля, которое говорил еще сколько тысяч лет назад о том, что залог сильного государства, одно из условий развития сильного государства, это борьба с коррупцией. Аристотель фактически был первым, который говорил о том, что сильное государство предполагает достаточно высокий уровень борьбы с коррупцией, и самое главное в справедливом государстве сделать так, чтобы чиновникам невозможно, должностным лицам невозможно было наживаться. И вот в условиях-то усиления роли государства, что мы наблюдаем сейчас на протяжении всего 22-го года, мы как раз и видим, как нам говорят уважаемые эксперты, что происходит усиление роли государства, и происходит повышение уровня борьбы с латентной преступностью. А мы с вами знаем, что коррупционные преступления относятся все-таки к категории высоколатентных преступлений, и когда происходит усиление государственного влияния на жизнь общества, то очевидно увеличивается число выявленных преступлений. Это очень позитивная динамика. Значит, мы уменьшаем число незарегистрированных преступлений и уменьшаем факты, которые остаются неизменными, неизвестными, и на которые государство не реагирует соответствующим образом. Так что, мне кажется, это такой момент. Позитивный. Спасибо. Спасибо. Так вот, незаметно мы аккуратно ко второму блоку вопросов подошли. Он был сформулирован нашими коллегами накануне. Как вы считаете, насколько сильно повысилось число коррупционных преступлений после объявления частичной мобилизации именно в контексте, скажем, работы призывной комиссии, того, что связано, опирались на мнение некоторых федеральных экспертов, например, университета Синергия и еще каких-то вузов, которые не очень добросовестно себя в этот период вели. Ну, вот это вопрос коррупции в системе образования. Я бы чуть-чуть так его расширил. Мы уже к нему подступились, к этому вопросу. Все-таки хотелось чуть-чуть и критической ноты внести, поэтому я призываю наших левых, незапрещенный в Российской Федерации левый сектор, значит, подключиться, активнее к дискуссии, потому что юристы пока нам нарисовали в целом достаточно благостную картину происходящего. Это, безусловно, радует, но в то же время требует некоторых пояснений. Итак, еще раз обращаюсь к нашим уважаемым спикерам. С вашей точки зрения, ну, вот, скажем так, внутренние мобилизационные мероприятия, они не только связаны с армейскими делами, в целом, внутренние мобилизации, которые происходят в стране, привела, с вашей точки зрения, к повышению каких-то коррупционных проявлений, но в той части, которая коснулась мобилизация. Ну, вот, штуденчество, там, вот промышленное производство называли, где там появился дополнительный оборонный заказ и так далее. Давайте, наверное, начну я. Вот именно, если вопрос был связан именно с мобилизацией, поэтому вопрос начнем с мобилизации. Потому что сейчас опять ведем оборонные заказы и так далее. И на мобилизации. Вот то, что произошло в синергии, наверное, на самом деле, это вот именно момент недобросовенности тех должностных лиц, которые были в ВУЗе. Вот я, наверное, обращусь опять снова к нашим уважаемым студентам. Много ли в ваших группах появилось студентов, ваших однокурсников, первый курс, второй курс, не знаю, в магистратуре появилось людей в период начала мобилизации. Вот, на самом деле, взяли они, вот вы учились, вот начали с сентября месяца учиться 20 человек, началась мобилизация, стало 25. Вот ни с того, ни с сего. Правильно, люди улыбаются в отношении того, что такого в КФУ не было. Поэтому я к чему говорю, что вот момент того, что говорить сейчас можно бесконечно снова об увеличении коррупции внешней, внутренней, да, разной всякой, международной, бесконечно об этом говорить. Но давайте все-таки вот, когда касается именно сферы образования коррупции, да, у нас, вот, по крайней мере, в Казани, я не знаю, Александр Владимирович, может, скажет больше информации, больше республик, видите, но я вижу центральные вузы города Казани и, по крайней мере, те люди, которые отвечают за мобилизацию в своих вузах, вот с этим, по крайней мере, не сталкивались. Я, на самом деле, у меня в подчинении находится второй отдел, который занимается именно мобилизацией и бронированием, к которому приходите, ребята приходят, мы даем справки, выписываем, то есть как положено. Но даем в соответствии с законодательной основой и законодательной базой Российской Федерации, тоже подписанным президентом Российской Федерации документы мы даем нашим дневникам данные магистрантам, аспирантам, тоже очень долго, помните, одно время очень сильно волновались и переживали в отношении аспирантов. Тоже говорили, будут забирать. Я вот каждый раз, как началась мобилизация, у меня телефон разорвался, потому что масса вопросов наших сотрудников, наших обучающихся, возьмут меня, не возьмут. Помните, была очень такая сложная ситуация с вузами частными, то есть, которые не попали, тоже в эту область, ректора вузов очень сильно переживали, у нас два крупных частных вузов в Казани тоже нас там переживали, но, слава богу, вот этот момент, того, что государство реагирует и быстро все это отреагировали, быстро этот вопрос закрыли, то студенты тоже успокоились. Ну, понятно, что и студенты, родители. И я хочу сказать к тому, что вот здесь момент, какой коррупционный, если по закону положена данная справка, да, студенту, то есть ее выписали, отдали, отнесли в военкомат. Если нет отсрочки от мобилизации, я про мобилизацию говорю, да, конкретно, то здесь у нас масса ко мне тоже обращалась, наших сотрудников, говорили, как, шеф, может, это можно обойти, может, это можно как-то вот так, может, как-то вот... Я говорю, уважаемые, я говорю, вот есть по закону положено вот люминей, значит люминей, то есть по закону прописано, даже в этом зале иногда были люди звонили, говорили, но я говорю еще раз, вот есть, положит доценту, профессору иметь отсрочку, он имеет отсрочку, положит такому-то, там, руководитель структурного подтверждения иметь отсрочку, он имеет отсрочку, потому что здесь момент, если кто-то, я и своим коллегам говорил в других вузах, если кто-то решил где-то что-то и как-то, то у нас, слава богу, еще четко ясно, вот после этого, помните, после того, как началась мобилизация, начались проверки прокуратуры, вот по поводу вот этих бронирования, то есть, одно идет за другим, кто-то, если, и я думаю, что здесь тоже определенная моя роль была в том плане, что я и сказал, объяснял, здесь как доводил до своих коллег информацию, что смотрите, будете право-влево, то есть, по-любому будет проверка, и вот они после этого звонили, говорят, решали, вопрос не в коррупции совершенно, вопрос в том, что может, разные там, какие-то, не знаю, возникло, но вовремя предупредили, сказали все, то есть, люди, по крайней мере, знали, слава богу, не поддались, вот на, как с энергией, там всякие, всякие этим, всякие этим, неправильным делам, и продолжая тему, поэтому говорю еще раз, вот вы сами, сами студенты должны на эти вопросы отвечать, потому что, когда мы говорим, и должны еще раз говорю, говорить конкретно по фактам, увеличилось, не увеличилось, и здесь я продолжение темы, немножко отвлекусь, в отношении того, что если два вот случая, в отношении, сдачи ЕГЭ, в отношении ГАИ, у нас есть антикурсионное управление, да, в отношении того, что проблемы же нет, вы же студенты нашего Казанского университета, хотя бы, если хотите, напишите обезличенно, то, что такой, вот такой процесс есть, написали, прописали бы, по крайней мере, не здесь, среди ребят, ну, молодец, что сказали, тоже хорошо, но в отношении тоже прописали бы, хотя бы, может быть, видоизменят, то, что, вы говорите, один за другим наблюдает, другим смотрит, хоть изменят, хоть эту проблему решат. Я вот сейчас говорю, сейчас мы регулярно встречаемся с представителями антикурсионных комиссий студенческих, когда нас попросили и сказали нам замечания, высказали в отношении того, что мы не видим и не знаем, кто у нас является руководителем и членом антикурсионных студенческих комиссий. Мы регулярно сейчас встречаемся, все вопросы, которые есть у наших студентов, есть какие-то сложности, они все это нам говорят, доводят, я каждого, здесь, я думаю, что почти половина мы заслушали с зала, кто приходили, кто рассказывали, объясняли, мы спрашиваем, какие проблемы есть, пожалуйста, приходите, как я в этом случае говорю, я как Чапай, 24 часа в сутки, дверь открыта, телефоны работают, приходите, всегда угощу вкусным кофе, посидим, поговорим, и где можно видоизменить процесс, где можно сделать так, чтобы не было как раз то, что вот уходит тень в коррупцию, мы как раз сделаем так, чтобы этой коррупции в тени не было, и если есть преступление, то мы уже совместно с правоохранительными органами отработаем и объясним, дальнейшему человеку объяснят, в чем его ошибка, и он должен принести наказание. Спасибо. Спасибо. Ну что ты хотел сказать по поводу, да, давайте вы скажете, и потом я передавлю, да. В данном вопросе необходимо сначала определиться, в каком смысле мы понимаем коррупционное преступление, в плане дачи взяток, конечно, таких попыток, количество таких попыток в военных комиссариатах увеличилось, попытки дать взятки, да, для того, чтобы откосить, но попытки, точнее, уже получения взятки в разы уменьшилось. Я человек, который имеет, пускай посредственное, но определенное отношение к военкомату Советского района, Приворгского района, могу твердо заявить, что сейчас сотрудники военкомата за это не берутся, получить отсрочку военный билет стало намного сложнее, даже в рамках не частичной мобилизации вообще, например, студентам. Выбрать место службы, как это можно было делать раньше, сейчас вообще почти невозможно, и под угрозу уголовного преследования, ужесточение этого уголовного преследования, никто из сотрудников, ну, этим не занимается. Чуть-чуть, как небольшая ремарка добавлю тут про оборонную промышленность, вот это высказывание, что снарядов стали делать больше, значит, воровать стали больше, ну, немножко оно такое абсурдное, и оценивать объективную действительность посредством всяких теорий вероятности тоже, наверное, довольно опрометчиво необходимо, ну, банально открывать интернет, смотреть на количество кадровых перестановок Министерства обороны, количество отстранения от службы, увольнений, количество уголовных дел, которое ведется, это количество дел, оно увеличилось во много раз. Ну, и как, раз уж речь зашла про ГАИшников, ГАИшников я в обиду давать не хочу и не буду, просто немножко добавлю, что по двое сажают в машину не в рамках борьбы с коррупцией, а для того, что первый экзаменуемый сдаёт сначала площадку, потом город, потом они экзаменуемые меняются местами, второй сдаёт сначала город, потом площадку. Так банально быстрее. В рамках противодействия коррупции в автомобилях экзаменационных, вот этих серых приорах, там установлены камеры и внутри, и снаружи, по полному периметру. Камера, которая смотрит в салон, она записывает звук, камера, которая смотрит наружу, она записывает знаки, разметку и всё и так далее и тому подобное. То есть инспектор, который захочет помочь экзаменуемому, он не сможет закрыть глаза банально на нарушения, которые допускает экзаменуемый. А вопрос, почему один гаешник сажает по одному, второй сажает по несколько, просто второй гаешник хочет быстрее закончить свою работу и пойти домой. А первый гаешник, который сажает по одному, он просто хочет спокойно работать. Спасибо. У вас уже на первом ряду такая дискуссия развернулась, такая вот негласная друг с другом. Давайте не будем отвечать, иначе мы тут ещё одну тему ГИБДД очень долго будем обсуждать. Она серьёзная и не такая простая. Пожалуйста, если можно, Александр Валерьевич. Да, Валерьевич. Ну, если мы вернёмся к этому вопросу, то других примеров, кроме прозвучавшего из уст Ленина Григорьевича, синергии, мы здесь не заметили. Что это значит? Это значит, что вот есть у нас один такой пример. Нехорошо поступил один вуз, по нему уже все прошлись, обмусолили, размусолили. Все серьёзные вузы сделали из этого выводы, получается, необходимые, организационные. Как сделать так, чтобы у меня такого не было, вот, соответственно. И здесь большую роль сыграло всё-таки правовое просвещение. Потому что в ситуации, когда всё это началось, у многих были вопросы, недопонимания, что мне делать, как мне быть, куда мне идти, куда обращаться. И уже через буквально там несколько дней уже из каждого утюга доносилось вот подробное разъяснение, что тебе идти налево, тебе идти направо, тебе идти прямо, получается. И если остались вопросы, звони вот по такому телефону, пиши в такой чат-бот, смотри на таком-то сайте, пиши. Значит, здесь все, кто желал, получил разъяснение. И вот когда человек уже понял свои права, свои обязанности, уже не осталось места в данной ситуации для коррупции, для какого-то манёвра. И всё пошло в рамках закона. Спасибо. А вот так вот, на общее ощущение, вот после, скажем, февраля, условная такая граница некого сложного положения и мобилизационного состояния в обществе. Вот после февраля у вас напряженность в работе, как-то интенсивность возросла? Или вот темп, общий ритм, он выдерживается такой же, как и до того? У нас темп работы традиционно высокий, в принципе, какой-то новый, сказать, что он как-то стал сложнее или тем более проще, уж тем более он не стал проще, но и сложнее он не стал. Мы работаем в использовать те возможности, которые у нас есть. То есть сказать, что стала работы больше, она стала ещё сложнее, ну, нет. Но мы традиционно берём на себя всё больше и больше нагрузок, потому что никто, кроме нас, как говорят десантники, вот стараемся всё время отвечать на новые угрозы, новые вызовы. Применяем сейчас цифровые инструменты для выявления коррупции. Вот, и это нам здорово облегчает нашу работу. Спасибо. Я хотела бы ответить, наверное, немножко студентам, потому что они стали дискутировать по поводу того, что такое число коррупционных преступлений. И вы так очень хорошо говорите о коррупционных преступлениях. Но хотелось бы уточнить, что понятие это коррупционных преступлений даётся федеральным законодательством. Это в первую очередь для студентов, не юристов. Есть федеральный закон 25 декабря 2008 года о противодействии коррупции. И там названо, знаете ли вы, сколько коррупционных преступлений? К вам обращаюсь. Ну, простите. Сколько коррупционных преступлений, названных в федеральном законе о противодействии коррупции? Не могу, знаете ли, я могу сказать количество предприятий в русском языке. А вообще, если мы говорим о коррупционных преступлениях, то чаще всего население и присутствующие в основном в этой аудитории сравнивают, вернее, связывают коррупционные преступления с дачей и получением взятки. На самом деле это ведь не так. К коррупционным преступлениям относятся не только дача и получение взятки. Но это очень опасное явление, как злоупотребление должностными полномочиями, злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп. А субъектом коммерческого подкупа могут быть не только должностные лица, но и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях. Поэтому надо понимать, что число коррупционных преступлений – это не только ГИБДД, это не только должностное лицо, это несколько иное понятие. Спасибо, очень существенное заполнение. Потому что во многом здесь кроется и может быть ответ на вопрос, почему многие считают, что напряженность коррупционная возрастает. Потому что есть еще коммерческий сектор, который мы практически не обсуждаем, но там что-то тоже происходит, возможно, не очень позитивное. Вы что-то хотели сказать, да? Да, я хотел… Нет, я выше пока хотел… Мне тогда не дали договорить, да, реплика. Ну, во-первых, мы видели сейчас простой пример очень хорошей манипуляции от молодого человека. Потому что он говорил, что нет, 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 ни одного конкретного случая не привел. Я быстро, быстро, очень быстро отвечу два конкретных случая, которые вызывают сомнения в том, что сейчас коррупции меньше или она в Минобре отсутствует. Первое. Предыдущий министр обороны Сердюков так и не был наказан за очень многие моменты, связанные с возможной коррупцией. И сейчас, когда, например, открываю сайт Министерства обороны и вижу замминистров обороны, например, есть такой Булгаков, например, и в 2009 году, о чем говорил Анатолий Шарий, блогер довольно известный, которого, ну, к сожалению, в России сейчас многие не смотрят или отрицают, он говорил о том, что как раз-таки действующие некоторые замминистры связаны с тем, что в 2009 году были проблемы и воровство с сухими пайками. В 2009 году, но при том, что тогда были подняты конкретно эти вопросы, до сих пор люди, которые были с этим связаны, остаются при своих постах. Это два конкретных примера, ну, я привел насчет, собственно, того. И быстро хотел задать вопрос, просто девушка сидит, вот мы к этому не подошли, очень хочется спросить, очень важно, по статистике антикоррупционных комитетов, какой предмет в КФУ больше всего связан с коррупцией? Смотри, во-первых, я председатель только антикоррупционной комиссии юридического факультета, поэтому я могу ручаться только за юридический факультет, потому что за систему, как бы, других работ, других антикоррупционных комиссий я ничего не могу сказать. Но если я буду говорить про юридический факультет, то, по крайней мере, таких проблем не возникает, если говорить про студентов. То есть мы именно прорабатываем студентами эту проблему, именно сознание, что не нужно этого делать, и с преподавателями, с преподавательским составом такая же работа идет. То есть поэтому говорить про какой-то предмет, я ничего не могу тебе сказать. Ну, то есть за последний год в юридическом факультете вообще не сталкивались с коррупцией? Ну, по крайней мере, обращений от студентов не было за последний год. Спасибо. По статистике нет. Больше, да, было. Да, пожалуйста. Помимо того, что есть коррупция в инкомате, то, что можно же, инвалиды, инвалиды и есть заболевания, которые не дают отсрочку от, соответственно, от мобилизации. И, соответственно, это увеличивает коррупцию и в больницах для получения этих справок. И, помимо всего прочего, было много людей, которые уезжали в Казахстан и в другие страны. И, соответственно, это тоже увеличивает коррупцию на границах для пересечения, соответственно, границ. Спасибо. А вы с какого факультета? Химфакт. Химфакт, да-да-да. У вас что-то было сказать? Нет, да? Вы сейчас друг с другом будете вообще драться, я переживаю. Начинаю за безопасность, хотя у нас в безопаснике есть зале, но все-таки. Это очень сильное заявление. Ну, давайте в качестве компенсации я скажу, что я тоже не совсем согласен, что было сказано, потому что дело не только, наверное, там, в Сердюкове. Кто-то когда-то разваливал легкую промышленность в этой стране, и далеко это был не Сердюков. Где наши все фабрики, которые долгие годы, это были 90-е годы, это совсем другая история. Нельзя, опираясь только на шаре, очень поверхностного блогера, делать глубокие очень выводы по происходящему в экономике страны в целом. Это сложный вопрос, и тема, наверное, других дискуссий. Видите, я вас чуть-чуть прикрыл, да? Чуть-чуть. Какие есть еще? Ну, в остальное я даже не успею удаться. Какие есть еще позиции в зале? Вот хороший был вопрос, какие предметы вас напрягают в качестве коррупционно-емких? Есть кто-то, кто готов сказать правду? Ничего не напрягает. А вас какой предмет напрягает? Да. Физкультура. Физкультура. Кого напрягает физкультура? Все спортсмены. Спасибо. Ну, там вот в последнем ряду, да, есть одна рука. Вы хотели что-то сказать? Ее факт сегодня солирует. А нет? Просто показать, что... Физкультура. А в какой части напрягает? Ходить на нее надо часто? Бегать заставляют? В воду нырять или что? Вот проблема в чем там? Просто из-за того, что вторая смена, и все мероприятия приходят на вторую смену, приходится делать выбор, и приоритет, чаще всего, падает на мероприятие. А физкультуру нужно отрабатывать. А если у вас выбор, ведь можно на нее просто ходить, например, да? И тогда пропускать такие интересные мероприятия, как эти. А, ну если... Физкультуру-то я смогу отработать. Сразу наше мероприятие. Раз в году мы собираемся здесь. Я у вас уже третий раз здесь сижу. Видите, и три раза надо будет отработать, да? За три года. Ну, собственно, сама физкультура, вот если на нее ходить, она напрягает в чем-то? Только в отсутствии моей физической подготовки. А, ну это другой вопрос. Есть мнение эксперта? Пожалуйста, микрофон сюда передайте. Вот как раз хотел про физкультуру сказать, что относительно мероприятий, опять-таки, как сегодня было сказано, я могу ручаться за свой институт. Если, например, человек официально участвует в каких-то мероприятиях, всегда есть официальное освобождение, которое после проведения мероприятий студенты предъявляют, и обычно никаких проблем с пропущенными занятиями нет. А вот как раз история про коррупцию и всякие разные варианты преступлений, такое может быть, например, когда студенты пытаются сами давить на преподавателей по физкультуре, и такие были случаи для того, чтобы им поставили те как раз прогулы и пропуски, которые вообще не были связаны ни со студенческой активностью, ни социальной их активностью и так далее. То есть вопрос того, что физкультура, на нее действительно надо ходить. Если вы не ходите, у вас должна быть какая-то причина. Или это состояние здоровья, или это ваши официальные оформленные документы освобождения по поводу студвесны, дня первокурсника, ну и так далее. То есть, ну, правда, с этим никто никогда, вот в этом смысле у нас в институте не сталкивается, чтобы преподаватели, например, отказывались, например, принимать зачеты или там какие-то, я не знаю, работы самостоятельные и прочее. Поэтому я в этом смысле вступлю из-за физкультурников. Спасибо. Ну, спасибо. Ну, здесь, наверное, Решатор Рефулович, нужен ваш уже такой завершающий комментарий по этой части дискуссии. Как осуществляется антикоррупционный контроль и координация действий в сегменте преподавателей? Да, то есть о студенчатой мы говорим, о сторонних организациях говорим, а вот преподаватели, да, чтобы не вызывало это напряжение, что работа не ведется, и преподаватели сами по себе как-то существуют в своих желаниях, там, излишних. Во-первых, данное, вот о чем вы говорите, работать с преподавателем – это комплексная работа, наверное, здесь прекрасно понимают. Первое, на первое, объяснение преподавателям, хотя люди взрослые уже, казалось бы, умудренны опытом, жизнью, да, но все равно людям надо напоминать, в чем могут быть риски. Риски, когда люди, может быть, вот на самом деле мы не как раз до мероприятия разговаривали по поводу портрета психологического коррупционера, на самом деле очень интересный момент в отношении того, что почему человек доходит до коррупции. Человек с интересной коррупцией, приходит человек не тот человек, который нуждается очень сильно в деньгах, не совсем. То есть, в отношении, когда человек стоит на паперте, там, с протянутой рукой, там, у него денег нет, там, и вот он весь трясется, весь падает, нет, совершенно к другому. То есть, человек уже психологически готов к тому, чтобы взять взятку. Взять взятку, он готов либо по морально-этическим своим определенным подготовке, то есть, он уже, либо это дома, либо это окружение, либо это внутри вуза, так, на самом деле, говорят, да, все берут, и я возьму что-нибудь, или там на кафедре говорят, да, мы тоже, мы все. Потом, сейчас я договорюсь, может, и в отношении того, что, там, давайте мы возьмем все вместе, потом разделим, когда в кафе, помните, там, когда чаевые дают, потом разделят, делят. Вот примерно тоже так же. То есть, если, и здесь, вот именно психологическая атмосфера в коллективе, как люди между собой реагируют, как реагируют на эти воззрения, как на эти взгляды, и в дальнейшем, и еще один момент в отношении того, что что-то у человека случилось дома, тоже бывает такое, что вот у него, не знаю, там, вот он говорит, он всем, то, что случилось дома, оправдывает все риски коррупционные, все оправдывает. То есть, я беру, потому что у меня там, не знаю, там, что-то, что-то, что-то. Хотя, казалось бы, и человек, там, говорит, что ему на все абсолютно, он знает, куда он идет, и знает, куда он придет. То есть, человек к этому уже готов. Поэтому, говорю, есть вот такие моменты психологические, когда, почему люди начинают брать взятки. И вот здесь, по линии КФУ, как раз проводится работа с преподавателями, проводим встречи, разговоры, проводим профподготовки, объясняем, говорим в рамках антикордационной комиссии, так называем, как называем, взрослая антикордационная комиссия, такая фраза, почему-то закрепилась. Вот именно антикордационная комиссия сотрудников, когда зовем, если появляется у нас информация, и мы регулярно наблюдаем за каждым коллективом, в институтах, на кафедрах, кто-то, иногда сами люди приходят, у нас бывает такое, что приходят, что-то у нас там как-то вот немножко, как-то люди или говорят неправильно, или там воззрение неправильное, или там как-то очень терпимо относятся к коррупции, то есть они начинаются, сейчас-то говорю, пока руку можно опустить, и в отношении того, что я, в отношении терпимо относятся к коррупции, потому что, значит, где-то, это момент есть сигнал, такой колокольчик бьет, в отношении того, что где-то что-то, значит, это шажок к тому, чтобы в дальнейшем морально или там психологически узаконить внутри себя, ключом у меня человека внутри себя же, самим собой жить в мире, потому что, когда говорят же, заблати налоги и спи спокойно, здесь человек будет, не спит, не ест, он все время переживает вот этот момент, и даже внешне, это бывает видно, с точки зрения, может быть, силовики нам расскажут, внешне бывает видно, что человек, что-то неправильно у него происходит в жизни, то есть это видно по окружению, его видит, другие преподаватели видят, что-то у него, сложности какие-то возникают в жизни, а мы, здесь же вопрос не только коррупции, вообще помочь человеку, может быть, у него что-то случилось в жизни, может, мы его должны поддержать, может, финансово, не знаю там, а может, там что-то другое произошло, и человеку есть такое выражение, когда человек хочет выговориться, вот человек позвал к себе, как я говорю, налил кофе, посидел, просто поговорил с ним, просто поговорить о жизни, и вот у человека, вот на самом деле, он трясся, трясся, боялся, боялся, а вот вы, многие понимают, что это есть, скажем, ваш возраст, вот для студентов, говорю, есть момент такого максимализма, нет, меня будут до последнего, как говорят, вы сейчас колоть, я не буду рассказывать, нет, вопрос в том, что когда человек годами живет, к этому идет, может быть, в тени находится, он настолько все это переживает, и внутри настолько его выгорает, он хочет просто с кем-то поговорить, хочет хоть высказаться, и вот моменты того, что когда мы комплексно к этому подходим, говорю, мы разговариваем с преподавателями, мы с ним беседуем, мы с ними стараемся каждому быть поближе, хотя у нас, казалось бы, такой громадный, большой наш коллектив, но все равно стараемся, как сказать, подойти поближе к каждому, это вот различные мероприятия, мы же используем, мы же используем разные мероприятия, различные сборища наших дней, первокурсники, день студента, с каждым подойти, поговорить, или там приехал я в институт, каждый подошел, и кто-то говорит, кто-то объясняет, кто-то, каждый должен высказать, каждому нужно найти свой ключ, подход, это первое, второй момент, в отношении того, что я опираюсь тоже на ваши моменты, помните, когда я с вами встречаюсь, говорю на заслушание антикоррупционной комиссии, я говорю, ребят, вопрос не в том, что вы кого-то там хотите сдать, то есть вот именно вот момент, а в отношении того, что когда вы скажете, вот в какой-то, как сейчас сказать, какой предмет, и какие есть сложности, по вашему счету, это достаточно для того, чтобы мы дальше провели работу, по этому предмету зашли, и просто там же есть, по этому предмету есть, завиточные кафедры, есть преподаватели, значит, именно в этом предмете есть какая-то заковырка, где вы лично, как студенты, видите какую-то угрозу, а наша задача уже, как ни в коем случае не подставляя вас психологически, потому что это тоже сложный момент, если вы человека, скажем, если у вас, определено есть подготовка же, если психологическая подготовка есть, человек готов назвать фамилию, это одно, целиком, как говорится, слово, а есть момент того, что он просто готов назвать только предмет, и что там происходят, такие вещи, а наши уже, как профилактика коррупции, мы даже подойти, узнать, почему это произошло там, и реально происходит ли эта информация, или это идет наговор, по таким фактам, когда вы нам говорите, проводятся служебные проверки, мы проводим проверки, опрашиваем, и дальше уже принимается решение, выносится вопрос на декорационную комиссию взрослого, где мы это обсуждаем, где приходят преподаватели, взрослые люди, приходят, оправдываются, но момент того, что они должны не просто оправдаться, они должны объяснить, почему со стороны студентов есть претензии, именно предмет к вашему предмету, или там кто-то кого-то обидел, или там на что-то вымогает, на что-то толкает, то есть по каждому вопросу мы, говорю, проясняем, говорим, и вот здесь как раз заканчиваю долгую, чтобы я, говорю, сейчас понял по вашим глазам уже и по боковому взгляду, о том, что, поэтому еще раз говорю, что здесь работа, ребята, проводится, если кому-то интересно, говорю, и по линии, когда мы собираемся на обсуждениях антикоррупционной комиссии, взрослой, так называемой большой, приходите, я готов показать, рассказать, но всегда это очень работа тонкая, чтобы, я в эти случаи говорю, не навредить, в этом плане, чтобы надо проработать человек настолько тонко, чтобы человек либо осознал и вовремя остановился, либо мы должны информацию передать дальше, здесь очень и такие моменты, если человеком осознали о том, что здесь совсем уже ситуация шваховая, то мы уже работаем совместно с правоохранительными органами, спасибо, у вас что-то было сказать? Реплика. Я видел руку, тогда микрофон, потому что еще не говорили, и мы быстро перейдем к третьему вопросу, он очень сложный, но я попрошу на него коротко ответить, потому что он в общем очень много лет дискутируется, и пока не требует, с моей точки зрения, большого дискуссия, хотя вопрос принципиальный, пожалуйста. Я отчасти согласен с высказыванием, но есть в коррупции такая вещь, как маленькая зарплата или фактор риска, и на него стоит обратить, потому что если очень маленький риск того, что тебя поймают, то собственно есть такая мания, ты можешь себе изменить своим принципом, и все же пойти на фактор взятки или коррупции какого-то либо вообще. Сразу ответ на вашу реплику в отношении того, что никто никого, то есть человек, как говорит, на что учился, на то и пригодился. Никто никого на ручками не держит, чтобы возле батареи, что вот говорит, ты будешь на этой должности вот такой маленькой цепочке полутораметровой, да, и говорит, так, ты будешь получать свои деньги и не право, не влево. Это первый момент. Если человек в этих случаях хочет получать деньги законно, то он найдет себе работу, найдет более, повысит свою квалификацию, найдет себе уровень работы. Или, как вы правильно говорите, вот здесь как раз вопрос я говорил о психологической личности коррупционера, когда он говорит, а мне проще брать деньги, я взяточник. Но он должен понимать, что в отношении того, что, во-первых, настолько все, вот верите, весь город на ладони. Я даже здесь не буду в этом подробности вдаваться, но кто поймет, то поймет, весь город на ладони. В отношении того, что когда вы говорите, вот такие моменты возникают, один, причем человек именно принесет информацию тот, который как раз просил его этот вопрос решить. И вот оно как веерное, как сарафанное радио расходится, и все равно найдут свои уши там, где вот так вот так вот так и доходят, куда нужно доходить. Поэтому говорю, и в отношении того, что вы говорите, у него зарплата маленькая, и он решился на эту взятку, значит, один раз взял, второй раз, у него потом конвейер, и понеслось. И там уже, вот как раз, Александр Валерьевич о чем сказал, там уже стоят ребята, подходите, забирайте и пошли. Ответил хорошо. Тем более, что часто берут те, кто имеет немаленькую зарплату вообще. Вот да, вот это выросло. Вот третий блок вопросов, такой суровый очень, стоит ли ужесточить уголовную ответственность за коррупцию, чтобы снизить количество преступлений. Здесь, собственно, простой, односложный почти ответ я бы хотел услышать и от наших спикеров, от экспертов, и от зала. Да, нет. Ну, то есть, расстрелы все-таки нужно или нет? Ваш опыт, практика, давайте про Китай не будем, вот, их все-таки очень много, и там, может быть, за счет этого, да, расстрелы не очень пока еще дают результат нужный. Вот, стоит ли у нас ужесточить или нет? И если нет, то почему? Если стоит, ну, стоит все. Пожалуйста, начнем. Давайте, тогда прокомментирую. Ну, то, что вот вначале подозвучало, Игорь Георгиевич сказал, предпример, про угольный скандал между Монголией и Китаем, там уже китайцы поспешили там расстрелять чуть ли не миллиард людей из-за этой сделки. Значит, монголы пока еще держатся. Вот, это такой показательный пример. То есть, мы знаем, что в Китае уже десятилетиями людей расстреливают, но вот, как каждый год, это все продолжается. Это говорит о том, что эффективно это или неэффективно. Я думаю, здесь нам надо пойти другим, как говорится, суверенным, российским путем, более гуманными методами. Каждого из нас, еще чуть ли не с пеленок, воспитываются основные нормы морали. Кто-то называет это, как у нас в священных книгах написано, такие вот заповеди, получается. Это уже чуть ли не с малых лет это воспитывается. Потом уже, когда мы становимся более взрослыми, нам там объясняют, что вот дорогу надо приходить на зеленый свет. Или, допустим, с людьми надо общаться вежливо, с собеседником. И уже, когда мы приходим к такому осознанному возрасту, там, 18 лет, 20 лет, то это уже становится нашей нормой поведения, как говорится. И если здесь нам удастся вложить в головы еще даже с детского возраста, что надо жить честно, надо всего добиваться только своим умом, своими навыками, если, значит, брать чужое нельзя, то мы здесь без всяких расстрелов сможем увидеть то, что мы сейчас видим в других странах, вот, мы часто видим в зарубежных фильмах, что, ну, не фильмах, уж и по жизни, я вот когда путешествовал еще по другим странам, тоже заметил, что дорога свободная, я еду на машине с водителем, стоит ограничение 60 км в час, а мы едем за городом, то есть он вполне может разогнаться, там и побольше поехать, и на красный свет проехать может, потому что нет пешеходов, там можно спокойно проехать, но он этого не делает, и то, что сейчас я вижу у нас, я тоже и по России часто путешествую на Блаблакаре получается, я вижу, что наши водители, они в принципе тоже такие же, такой же стиль вождения перенимают, то есть если, значит, Александр Валерьевич, вы все-таки говорите о добросовестных, понятно, о воспитательной работе, об образовательной составляющей, о культуре с большой буквы, но все-таки вот поймался, выявили, что делать, наручники, тайга, лес, расстрел с миром отпустить на первоспитание, там, что делать? Что делать? У нас, во-первых, есть уголовное законодательство, которое предусматривает, на мой взгляд, достаточные меры ответственности для нарушивших закон, и кроме того, у нас есть реестр уволенных чиновников по утрате доверия, если лицо попадает в такой список, то он в дальнейшем уже не может работать на любой должности в органах власти, получается, ему после этого... Соблюдать действующее законодательство, оно достаточно эффективно, просто нужно ему следовать. Да. Правильно слышал. Все верно. Житарь Фулыч. Скажу так, вот я соглашусь с Ассо Валерьевичем в отношении того, что у нас достаточно декадательства в этой области и ужесточения. Мое личное мнение, что субъективное в отношении того, что, во-первых, нужно быть возвращен весь экономический ущерб, то, что человек принес, да, какое совершение данного преступления. Второй момент, который, не знаю, тоже субъективное мнение, лишать человека, наверное, возможно, с точки зрения морали, моей, по крайней мере, морали, за лишение другого человека жизни. То есть, если человек эту грань перешел, когда убил намеренно другого человека, то человек знает тот предел и он должен знать, что, как бы сказать. И момент того, что здесь экономический момент, то, что, первое, он возвращает весь, еще как повторяется, экономический ущерб. И второе, во-первых, ну, понятнся, какой срок определенный. И третий момент, который я вам всегда говорил, уважаемые студенты, то, что мы несем ответственность за своих детей. Потому что, если мы это допустили, и чиновник должен понимать, и любой другой человек, преподаватель, если он именно совершил преступление в плане экономики, и в плане коррупции, то он должен понимать, что в дальнейшем его дети, которые будут устраиваться, в дальнейшем, которые вырастут, дай бог, окрепнут, будут устраиваться на госдолжности, когда человек захочет работать в силовиках, в госструктурах, все остальное, то это все отразится на его детях. Это я всегда говорил, говорю, чтобы понимали, что сейчас, когда будут дети, когда будет муж, далеко. Нет, поверьте, я себя внутри 18-летним чувствую, потому что как будто вчера это все было, и оно вот так несется, несется, а уже ближе к полотеннику. Поэтому вопрос возникает в том, что каждый человек должен осознавать, что вот сейчас вы сидите передо мной, 18-летний, вот как один день, как взгляд, и уже совершенно другой возраст. Поэтому несите ответственность за себя, за своих окружающих и за свою семью, и за детей. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Я полностью солидарна с тем, что... С чем? С расстрелами? Нет. Я солидарна с профилактической работой, потому что, ну, в первую очередь, как мне кажется, это нужно работать с сознанием и с тем, что в голове человека. Это в первую очередь. Ну, и, во-первых, это потому, что я придерживаюсь такой точки зрения, во-первых, то, что правосознание у нас внутри, в голове должно быть, и от того, какой уровень ответственности будет закреплен в законе, это большой роли не играет. Ну, играет, конечно. Это я не совсем верно сказала, но в первую... Юристы, да, да. В первую очередь... Да, это просто... Если быть юристом-позитивистом, то да. Да. Но я придерживаюсь больше еще и психологической теории права, поэтому правосознание, которое в голове человека, очень важно. И как работаю со студентами, уже, наверное, получается, третий год, хочу сказать, что важно именно закладывать это вот, во-первых, с самого маленького возраста, потому что, когда студент уже приходит, в ВУЗ это достаточно тяжело перевоспитать, но это можно сделать. И юридическая ответственность, да, это все важно, но ужесточение никакой, наверное, позитивной роли не принесет. Почему? Если мы будем анализировать индекс восприятия коррупции на 2022 год, мы увидим, что у нас первые позиции, какие страны занимают? Страны, где в первую очередь роль играет именно профилактика. То есть, ну вот, страна, где у нас создаются там прозрачные камеры, куда государственных служащих приводят, и они смотрят, как, ну, что будет в последствии, если он совершит коррупционное преступление. То есть, работа с сознанием, работа с зрительным восприятием, то, какие последствия будут, если ты когда-то оступишься, поведешь себя неправильно. Но не нужно это как-то делать с применением расстрелов, особенно, потому что, ну, человеческая жизнь в любом случае дороже. Спасибо. И очень это сложно. раз уж есть в желающем зале, ну, очень односложным время заканчивается. Я не согласна с данным подтверждением, потому что считаю это, что главная функция юридической ответственности, это главное перевоспитать, а не наказать. Убить человека намного проще, чем предотвратить нарушение или сделать так, чтобы человек впоследствии этого не нарушал. И об этом нужно помнить, и к этому стремиться, соответственно. Спасибо. Вовлеча, да, мнение. Я хотела бы конкретно сказать вот по этому вопросу, на мой взгляд, ужеточение уголовной ответственности за коррупцию вызовет, наоборот, еще большую коррупцию, потому что чем страшнее будет наказание, тем больше будут предлагаться взятки для того, чтобы избежать его. И, к сожалению, у нас в стране так получается, то, что уровень вообще в принципе жизни и достатка населения ниже, чем в каких-то странах, где уровень коррупции тоже ниже. И получается так, что когда человек всю жизнь хочет иметь какой-то определенный уровень достатка высокий, он наконец-то попадает на какую-то должность высокую, высокоплачиваемую, он старается всеми способами получить как можно больше денег любыми путями, даже если его потом с этой должности как бы спихнут. И здесь было бы лучшим решением проблема, наверное, не ужесточать уголовную ответственность за коррупцию, а в целом подумать над тем, как повысить уровень жизни людей в стране, например, хотя бы элементарно повысить пособия какие-то детские либо стипендии. Спасибо. Еще один аспект. То есть воспитательный, правовой, социальный аспект, качество и уровень жизни услышано. только короче, 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 еще эксперты несколько слов скажут, конечно. Я согласен с предыдущим спикером. Действительно нужно увеличивать качество жизни, а наказание ни в коем случае не нужно встречать, особенно среди чиновников и работников бюджетных организаций низшего взгляда, потому что я могу привести реальный пример. Моя мама это работник бюджетной организации и в этом году им сократили зарплату на 3-4 тысячи рублей, также отменили годовую премию. И я считаю, что если такое будет происходить во всех бюджетных организациях, то предрасположенность к коррупции у людей естественно будет выше и как бы обвинять их в том, что они начнут брать взятки, но не знаю, они слишком справедливы будут. Тем более, встречают наказание за это тоже. Спасибо. Я думаю, интересная информация для управления Марса Рымича. Так, еще, только очень быстро. Время у нас совсем вышло. Пожалуйста, вы только не представляете, откуда вы говорите. Сейчас. Формулировка пропала сейчас. Вы откуда? Откуда сказать? Да. Да? Из инженерного. Так, хорошо. Человек по природе довольно такое противное существо, волчное довольно. И мы всегда думаем только о моментальной выгоде. Какую бы мы не поставили наказание, какое бы оно ни было, человек всегда будет в первую очередь думать о моментальной выгоде, которую вот сейчас, в данный момент. Мы не изменим, надо общество иметь вообще в корне, в идеале вообще его просто перестроить под основание. Чувствуете, инженеры человеческих душ, да? Спасибо. Хороший. Хороший, интересный, длинный сын. Так, давайте вы, тоже коротко, если можно. По поводу вопроса перевоспитания, что смертная казнь и перевоспитание несовместимы, я хочу сказать, что... Стой, стой, Что, все там? Нет, 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 продолжайте, я просто... По поводу того, что смертная казнь и перевоспитание несовместимы, как раз таки наоборот. Сотню воров расстреляешь, остальные 10 тысяч воров задумаются. Ничто так сильно не перевоспитывает человека, как страх смерти. По поводу отмены моратории на смертную казнь, почему у нас действует моратория, потому что в рамках сотрудничества с Европой это сотрудничество у нас уже практически прекратилось, поэтому мораторию уже можно отменять. Если мы будем рассматривать вопрос отмены моратории, в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос совершенствования российской судебной системы, тут вопрос стоит оправдательных приговоров, а также была какая-то мысль Мы вас услышали. Спасибо. У нас получилось, смотрите, филологи мы думали, вы добрые, вы более жесткие позиции, чем юристы, заняли. Дерево свободы периодически должно питаться крогой патриотов и терапевтов. Вы как бы усилили тезис инженеров о том, что надо со всем этим кончать и, пожалуйста, химики. Согласен с этим человеком, он прав. Почему? Потому что наказание, прежде всего, имеет какой характер? Имеет характер предостерегающий и пугающий. И, соответственно, чем жестче будет наказание, тем сильнее люди будут его бояться. И, соответственно, как здесь говорилось, то, что это, скорее всего, не гуманно, не морально, а то есть воровать деньги из больниц, когда там страдают люди, умирают люди, это тоже стоит жизни. И, соответственно, жизнь одного человека, она не ценнее тысячи жизней других людей. Спасибо. И чтобы, да, есть над чем подумать, самое время даже голосования, наверное, провести, как Решат Рифулыч вот задал тон в этом, кто за и кто против, ужесточение. Но все-таки в начале мнения экспертов, да. Давайте все-таки подведем итог этой дискуссии. Риторический характер она всегда носит о том, стоит ли ужесточать уголовную ответственность, стоит ли вводить смертную казнь, какие цели преследуют наказание. Наказание преследует только три цели. Это восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений. Но, что касается наказания за коррупционные преступления, которые есть сейчас, в нашем уголовном кодексе, то надо знать, что это одни из самых жестких санкций, которые предусматриваются за получение взятки за последние годы. Знаете ли вы о том, что за получение взятки при особо отекчающих обстоятельствах можно назначить до 15 лет лишения свободы или огромные штрафы, таких, которых нет ни в одной другой санкции статьи, до 500 миллионов рублей. А что касается смертной казни за получение взятки, то наша недавняя относительная история знает и такую практику тоже. До 1993 года, до 12 декабря 1993 года, до принятия новой конституции, Уголовный кодекс предусматривал смертную казнь за получение взятки при особо отекчающих обстоятельствах. И наша относительная недавняя история знает случаи приведения в исполнение смертных приговоров за получение взятки в таких случаях еще в 80-е годы прошлого века. Но что это, как-то сказалось на уровне коррупционных преступлений? Есть ведь и другой основной принцип, который действует в уголовном праве и в уголовном процессе, это принцип неотвратимости ответственности. То есть дело не в жестокости наказания, а в неотвратимости ответственности. Этот принцип еще в 18-м веке вел Чезарий Бекария. Принцип неотвратимости ответственности. Вот он и будет способствовать снижению количества преступлений не только коррупционной направленности, но вообще в целом преступности. Спасибо. Да, пожалуйста. Давайте будем завершать. Да, уважаемые коллеги, я тоже хотел высказаться. Вот для меня, как для гражданина Российской Федерации, вот я сижу, да, вот думаю, размышляю, и в принципе этот вопрос я и ставил перед собой и раньше. Я до сих пор не пришел к выводу, вот ужесточать или нет. Потому что с одной стороны вроде как бы уже куда дальше, да, а с другой стороны ну, вроде как бы куда дальше. и вот в связи с этим немножко шутливой форме хотелось бы сказать, как бы вспомнить исторический аспект Иосифа Серовничева Сталину, когда его просили внести в меру наказания расстрел, он сказал, а где гарантия, что первым будете не вы, да, тому человеку, который это внес, ну, предлагал. Это как бы, ну, я в шутливой форме имею в виду. Здесь есть на чем тоже задуматься, я думаю. Второй момент, это вот опыт Чечни, как ребята сказали, Кадыров Ахмат... Кто? Старший, младший? Это президент, который, руководитель. Рабзан Ахатыч. Рабзан Ахатыч, да. Вот у него есть опыт борьбы с террористами в плане того, что он, если выявляются такие личности, понятное дело, в отношении террориста применяются меры, там, скажем так, лишения свободы и так далее, но окружающие его люди, близкие, могут довести их до того, что их выселяют из республики, лишают жилья, лишают прав, возможностей. И, соответственно, я хочу сказать, что в отношении коррупционеров, вот, наверное, не смертная казнь, да, самая страшная, а то, что твои близкие от твоего поступка будут страдать. Спасибо. Спасибо. Так, вот, а, да. Есть, да, есть что сказать. С точки зрения психологии, есть всегда порог ужесточения, на который человек уже не реагирует. И когда, даже если есть смертная казнь, как раз об этом свидетельствуют те примеры, о которых говорили, что даже в Китае, где распространено, да, этот вот самый жесткий вариант наказания, люди все равно идут на это. то есть иногда бывает так, что людям совершенно это абсолютно не является, да, для них таким способом их остановить. Есть еще важный момент, например, девиации и зависимости у людей, либо риск развития зависимости, например, это как с ездой на мотоцикле. Человек, который на адреналине уже вот привык ездить на мотоцикле, один раз попадая в аварию, а это достаточно высокая, да, статистика, разобьет голову, руки, ноги, после того, как полечится, все восстанавливается, что он делает? Он снова садится на мотоцикл и едет. То есть предрасположенность, риски, определенные, да, психологические качества человека, я все-таки настаиваю на этом, они могут человека либо сподвигнуть на то, что он пойдет и сделает, вне зависимости от того, будет смертная казнь или нет. И вот этот принцип гуманизма, да, мы должны все-таки соблюдать, то есть относиться к человеку как к человеку, рассматривать его комплекс на каждую ситуацию и со стороны студентов, и со стороны тех, кто эти взятки берет, да, и разговаривать нужно и так далее. То есть само по себе ужесточение, вот я согласна тоже, да, с коллегой, ответственность, ты должен знать о своей ответственности, что ты ответственен за, и ты должен представлять себе, что это такое. И как ты вообще к этому относишься? То есть вот я с каждым из коллег, да, согласна, вот как-то резюмирую. Вот, спасибо. Спасибо. Ну и еще и способ поднять у него мотоцикл, что больше не гонял. Вот как сказал Александр Валерьевич, надо лишать возможности занимать какие-либо должности и посты, которые, ну, соблазн порождают. Убедили, не убедили, давайте, вот мне понравился ваш эксперимент. Кто поддерживает ужесточение по результату нашей краткой экспресс-дискуссии, ужесточение наказания, уголовной ответственности за коррупцию здесь присутствующих? Поднимите руки. Ужесточение. Кто за? Ужесточение. То есть, вот. Что значит слово ужесточение? Значит ли это изменение законодательства? Или... Ну, всегда, если... Нет, давайте четко говорить. Давайте, давайте поставим радикальный вопрос, да, стрелять, не стрелять. Кто за высшую меру наказания, за серьезные коррупционные так есть. Кто против? Один. Не забывайте, что есть воздержавшиеся вообще. Ну, похоже, убедили. Похоже, эксперты, наши уважаемые спикеры, убедили большинство. И если с первым вопросом, с вопросами того, какие объемы, масштабы коррупции сегодня присутствуют в обществе, у нас была немножко такая картина дискуссионная и не совсем стыкующаяся пока с цифрами, которые предлагают социологи, то здесь, кажется, мы близки к какому-то консенсусу, консенсусу по вот, тому, как стоит работать с уголовной ответственностью в отношении коррупционеров. Спасибо всем, кто участвовал сегодня. Запомните, сегодня Решат Рифулыч несколько раз произнес, приходите ко мне на кофе, так что, если что, дискуссию можно продолжать и там, продолжать и весь этот год. Александр Валерьевич, я думаю, вы тоже рады будете нас видеть, с вашим Римчем, с наступающим вас этим днем и успехов в вашей работе. Спасибо. И вот, большой привет вашим всем коллегам, мы тоже будем рады и у себя видеть, и к вам приходить в гости. Ну, и успехов всем нашим студенческим объединениям, которые так или иначе задействованы противодействия, профилактики не только коррупции, а всему тому, что так или иначе мешает нам жить, в том числе и в социальном плане, о чем сегодня говорили. Спасибо всем.